Алексей Козлов представляет Граничус всего лишь одной его пластинкой, которая вышла в 1957 году. Это довольно редкая запись. Пластинка эта называется «Reunion», что означает «воссоединение». На этом альбоме Джерри Маллиган играет со своим давним партнером, трубачом, которого звали Чет Бейкер. Именно с ним он когда-то и начинал играть в Калифорнии в одном из джаз-клубов. Ну а сейчас я открою вам один секрет. Дело в том, что Джерри Маллиган был моим кумиром еще до того, как я начал играть на саксофоне. Я мечтал стать баритон-саксофонистом. Но в далекие советские времена не просто баритон-саксофон, а любого саксофона нельзя было достать, поскольку их не продавали в магазинах. Какой-нибудь старый, разбитый, довоенный саксофон еще можно было купить с рук у каких-то бывших музыкантов, которые давно уже вышли на пенсию. Дело в том, что в 50-е годы Джерри Маллиган был символом американской культуры. И когда в 1959 году состоялась выставка американской промышленности в парке Сокольники, то там все время звучала музыка именно Джерри Маллигана. И везде были выставлены его фотографии. Открывал выставку президент Соединенных Штатов Ричард Никсон. И Никита Сергеевич Хрущев присутствовал при этом. И даже пытался пить пепси-колу, которая в то время была диковинкой для всех советских людей. Не говоря уже о жвачке, которую все расхватывали, как сумасшедшие американцы подсмеивались над ними. В те годы Соединенные Штаты Америки создали выставку с намерением показать советским людям, что Советский Союз, как и весь народ, глубоко отсталое малокультурное государство, и что не надо пытаться даже догнать Соединенные Штаты Америки. Это было началом той политики, которая продолжается до сих пор. Попытки доказать, что Соединенные Штаты это главное государство в мире. Особое потрясение у всех посетителей этой выставки вызвали американские автомобили. Это были как космические какие-то устройства, огромные, очень сложные. И никому в голову не приходило, что кто-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь научится делать именно такие автомобили. Ну а теперь, забегая вперед, я хочу сказать, что мне все-таки удалось достать баритон-саксофон, и я начал на нем играть в 1961 году, когда в Москве открылся первый джаз-клуб, который стал называться «Кафе молодежное». Именно в «Кафе молодежное» в 1966 году и был приглашен Джерри Маллиган, который приехал в Москву как один из режиссеров фильма, где играла его жена главную роль, а он написал музыку к этому фильму. И вот там мы встретились, и он даже сыграл на альцаксофоне одну пьесу с нашими музыкантами. Ну а теперь несколько слов о пластинке, которую мы с вами сейчас будем слушать. Дело в том, что она является ярким образцом музыки, которая когда-то называлась «Вест-Кост-Джаз» или «Кул-Джаз». Дело в том, что «Вест-Кост» или «Западное побережье» это была совершенно другая часть Америки. В Нью-Йорке, то есть на востоке Америки, даже ничего не знали о том, что творится в Калифорнии. Это только позже их культура объединилась и стала просто всеамериканской. А вот в те далекие времена никто не знал даже, что где-то еще есть какой-то джаз, кроме как в Нью-Йорке. Кроме этого, на востоке Соединенных Штатов были законы, правда, не писанные, согласно которым белые и черные музыканты просто не могли играть вместе. Это считалось неприемлемым. А вот в Калифорнии там совершенно спокойно можно было увидеть и услышать составы, где вместе играли и черные, и белые. И вот это и произошло как раз в квартете Джерри Маллигана, где вместе с ним и с Четом Бейкером играют два чернокожих музыканта. Это контрабасист Генри Граймс и барабанщик Дэйв Бейли. Ну, а теперь давайте послушаем сам диск Реюнион и его первый трек, который тоже называется Реюнион. Реюнион Реюнион Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok DimaTorzok